Минута в минуту. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Ну, как мы уже анонсировали, к нам присоединяется Наталья Бушорова. Здравствуйте, доброе утро, Наталья. Здравствуйте, доброе утро. С пятницей, с тем, что вот у нас буквально перед нами открывается новый месяц. Вот какими трендами, тенденциями, какими-то основными магистральными какими-то законами он будет управлять нами, к чему подталкивать, от чего, наоборот, отваживать. Ну что, завтра, мы уже сегодня с вами встречаемся в канун солнечного затмения. Ну, все, пиши пропало. Вот тебе мир, вот тебе труд, вот тебе май. Александр, ну не все так плохо, наоборот, все очень даже прекрасно. То есть мы подходим к коридору затмений, который мы так долго, конечно же, ждали в Северном. Завтра солнечное затмение. Солнечное затмение состоится в знаке Тельца. Соответственно, наш предстоящий месяц май будет в энергиях затмения. Коридоры затмений. 30-го солнечное, 16-го мая лунное затмение. Солнечное затмение в знаке Тельца. А еще и в соединении с такой планетой, как Уран, который требует перемен, обновлений, революций. Уран! И в прекрасном диалоге с Марсом. Но смотрите, это Телец. То есть да, вроде бы мы задаем общее настроение май, это настроение перемен, реформ, перестроек. Но это Телец. Телец торопиться не любит. Плюс планета действий и активности, Марс, она находится в знаке рыб. Соответственно, никуда бежать не нужно. Не нужно как-то мгновенно здесь и сейчас устраивать какую-то перестановку. Все очень неспешно, очень аккуратно. И Телец очень любит комфорт. То есть все перемены должны быть нами направлены на создание комфорта, обуючивания, защищенности, удобства и так далее. Обуючивание – это я люблю. Да, очень хочется немножко обуючить свой быт. А знаете, что прозвучало? Меня тревожит сочетание Урана и Марса. Не сказать, чтобы я был большой специалист по звездам, но, тем не менее, такой воинственный настрой получается, учитывая международную обстановку. Ну, смотрите, какое дело. То есть, да, с одной стороны, конечно, настрой воинственный. Но он уран-телецовский, Телец-невояка. Марс в знаке рыб. Там тоже не особо война. Если мы говорим о каких-то активных таких… Ну, не хочется эти слова использовать, которые везде, где надо и не надо сейчас, но придется. То есть, если мы говорим о каких-то военных действиях, то это скорее подпольное что-то. Это скорее какая-то партизанская. Это скорее не все нами будет увидено, услышано, понято. То есть, Марс в знаке рыб. То есть, из-под тишка есть еще вот такое слово. Да, из-под тишка. Что у нас все-таки с мирными, любовными, на любовных фронтах? Из-под тишка. Все то же самое. Хочу сказать про то, про все-таки солнечное затмение. Оно всегда происходит на новолунии. Поэтому у нас первая неделя, особенно месяц мая, она прекрасна для любых начинаний. Плюс любой коридор затмений. Это не просто начало лунного месяца. Это не просто настроение лунного месяца. Это мы закладываем некие основы событий на ближайшие 18,5 лет. Подождите, как это? А вот так-то очень ответственно надо подходить. Ничего себе. То есть, это как мы его пройдем, так вот 18,5 лет и будем жить. Нет, ну нам дается же всегда возможность каких-то реформ. В этом году будет еще коридор. Фу, не реформа, а внести еще какие-то добавления и коррективы. Конечно, у нас всегда будет такая возможность, но тем не менее. Я просто перевариваю эту информацию. У меня 18,5 лет как-то прям сразу так это... А, очень серьезно. Да, все серьезно. 18,5 лет уюта. Так что там с любовными отношениями? Так вот вопрос Олега остался без ответа. Хорошо, Олег, давайте про любовь. Я тоже про нее люблю. Венера. Прекрасная планета любви, в числе и прочего. 2 числа, 2 мая меняет знак. Входит она в знак Овна. До этого она была на территории знака Рыбе. Вела себя спокойно, тихо, скромно, не афишируя. Романы были все такие завуалированные. А теперь Венера хочет празднику, хочет... Как много лет во мне любовь спала, сразу вспоминаю. Мне это слово ничего не говорило. Да, ничего не говорило. Роза Рымбаева, как сейчас помню. Была такая старая песня Розы Рымбаевой, что вдруг глаза свои открыла, там она пела про любовь. Знаю Розу Рымбаеву, мы с ней с земли казахстанской, родом обе. Да, Венера в Овне. Это я, если что-то люблю, если я что-то выбрал, если я чего-то хочу, я за это буду бороться. Если мы про любовь, то объект вожделения, объект любви, я буду добиваться любой ценой. Ну, страсти какие, да. Дайте мне ее или его здесь и сейчас немедля. То есть это очень страстный месяц будет. Благоприятен ли он для того, чтобы эту страсть закрепить штампом в ЗАГСе? Ну, то есть вот для свадьбы, для того, чтобы играть свадьбы, для того, чтобы там какие-то союзы уже прочно обосновались? Ну, все зависит от того, как вы это воспринимаете, как какую-то радость и благость или как несчастье. Вы сейчас как астропсихолог говорите? Нет, как этот человек с опытом. Да, первая особенно неделя в коридоре затмений, или там первая неделя мая, да, это очень хороший период для того, чтобы вообще вовлечься в такое достаточно долгосрочные отношения, страстные отношения. Но опять же здесь очень много зависит от того, как мы вообще относимся к любви и к отношениям. То есть а надо ли нам, извините, на 18 с половиной лет, чтобы вот эти страсти вот такие сумасшедшие были в наших отношениях? Там метание ножей, летание тарелок. То есть, ну, от этого и устать можно очень быстро. Да и тарелки закончатся. А? Да и тарелки закончатся. Да и тарелки закончатся. А телец хочет, чтобы мы копили, наоборот, как-то берегли. То есть, ну, так. Но страстные, быстрые романы, быстро развивающиеся отношения, искры будут лететь. Да, так будет. Но Венера к концу мая, знак сменит. 28 мая она войдет в знак телца, и подуспокоимся мы все. И тут-то и будет проверка, ну, как сказать, проверка, наверное, на жизнеспособность тех отношений, которые зародились, вот начиная там со 2 мая и до 27-го. То есть, да, яркие романы, очень быстро развивающиеся, а телец как раз покажет, надо нам это или нет. Прекрасно. Что с людьми, которые, например, занимаются бизнесом, и нужно ли им активизироваться или, наоборот, выжидать, пускаться ли в рискованные авантюры, можно ли вкладывать деньги в какие-то там предприятия, или пока кубышечку свою приберечь и выжидать? Начало месяца такое очень активное, и, в принципе, очень может быть неплохо. Смотрите, затмение в Тельце с Ураном и Марсом, на что, конечно, обратил внимание Александр. Территория Тельца – это еще и наша финансовая территория. Есть, конечно, вполне ожидаемые крупные реформы в финансовой сфере, финансовой экономической сфере. Конечно же, это огромные реформы в сфере территорий, деления территорий. Если про бизнес. Важный момент в мае. Да, искушение вложить, втюхать быстро будет сильное, потому что Венера – это еще и сигнификатор денег. И все мы будем гонимы желанием заработать быстро, быстро потратить, быстро что-то приобрести, быстро, 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 мгновенно. Но в мае месяце у нас становится ретроградным Меркурий. Его ретроградность начинается с 10 мая. Поэтому, в принципе, вот первая неделя мая, если грубо, она самая такая продуктивная для любых дел, для любых начинаний, в том числе и в бизнесе, в том числе и купили-продали, в том числе и подписали, ну, не знаю, там, оформили, встретились, переговоры и так далее, именно для начала, чего бы то ни было, старта, пинка вот этого волшебного. Дальше, когда Меркурий становится ретроградным, мы уже уходим чуть-чуть как бы в себя и прорабатываем. Это неплохо. Ну, не нужно думать, что затмение – это однозначно какая-то катастрофа, что ретроградность Меркурия – это плохо. Нет, просто ретроградность Меркурия дана нам для того, чтобы мы осмыслили время на осмысление. Что насчёт путешествий? Что-то особенькое есть? Особенькое, да. То есть я здесь выделила такие три периода месяца. Конечно же, это, как всегда, вокруг затмений. Здесь стоит, ну, поберечься. То есть это вокруг 30-го, соответственно, это там, что у нас, 31-е, 1-е. Это вокруг 16-го, то есть это 15-е, 16-е, 17-е. Осторожность, вообще осторожность. И это конец месяца. То есть это 25-е, 26-е, 27-е, 28-е. Но здесь даже скорее в меньшей степени про путешествия, в большей степени про всё, что связано с электричеством, с электроприборами, с техникой. Вот тут вот надо быть предельно внимательнее. Потому что искрить могут не только отношения, но и электроприборы. О, в кос. Тем более, что, как вы верно отметили, Александр, взаимоотношения Марса и Урана – это острые ситуации. Это могут быть катастрофы на производствах где-то. Конечно, там переговоры этих двух планет, они, ну, такие мирные вполне. Но даже в мирных переговорах, нет-нет, да стрельнёт что-то. Поэтому пальцы в розетку засовывать не стоит, как и прежде. Как в прямом, так и переносном смыслах. Да. Отчеркнул от себя. Ну и, кстати, тогда уж про здоровье сразу. Про здоровье. Про здоровье, да. Я отметила себе и про здоровье. Про здоровье, что беречь, да. Ну, что может о себе напомнить. Особенно. Это печень, это желчный пузырь, это щитовидка, и это опять наши дорогие и любимые друзья – гипертоники. Пожалуйста, следите за собой. Особенно вот в солнечном затмении, то есть которое вот 30-го состоится и вокруг, то есть начало мая, сейчас конец апреля. Вот здесь вот внимательно и осторожно. Еще хочу сказать важный момент мая. Плутон есть такая классная планета, которая сигнифицирует или обозначает, говорит о… Это очень мощная сила изменений, трансформации. Если уран меняет мгновенно, меняет очень громко, то Плутон делает это медленно-медленно. И вот Плутон у нас разворачивается и становится ретроградным с 29 апреля он будет ретроградным до 8 октября, аж. И первую половину мая он будет очень-очень медленный. То есть тут такая история. То есть Плутон за глобальные перемены. Вы понимаете, у нас коридор затмений, у нас там уран активничает, у нас Плутон активничает. Это высшие планеты. И участие высших планет всегда говорит о крупных событиях, о крупномасштабных переменах. Не о мелких каких-то, там, Аннушка где-то там разлила масло, хотя это тоже повлекло определенные события. А это такие на уровне государств, стран, больших экономик и так далее. Плутон будет замедляться первые две недели месяца. И, с одной стороны, он поддерживает все наши начинания, направленные на перемены. С другой стороны, нам будет удаваться это с трудом. И у многих может появиться ощущение, что, значит, не надо делать. Это не так. Делать надо. Просто дайте себе возможность, дадим все себе возможность на вот эту раскачку. Не торопимся. Спокойно. И причем это может быть вот в самом простом, примитивном таком, на примитивном уровне. То есть день начался, я вроде бы что-то задумала, я начинаю, а медленно-медленно идет, и я вроде бы думаю, ну нет, какое-то сильное сопротивление. Вот полчаса, час дайте себе, раскачается. Вот это правило возьмите, каждый из нас пусть возьмет себе для первой половины месяца. Не бояться того, что медленно раскачиваемся. Резюмируем. Медленно раскачиваемся. Не суем пальцы в розетку. Бережем здоровье. Бережем здоровье. Особенно печень и вот... Щитовидку и гипертоники. И гипертоники, внимание. Искримся от новых кратковременных, но ярких отношений. И хорошо начинать новые дела сроком на 18,5 лет. То есть ответственно подходим к маю. Очень ответственно, тем более, что у нас еще и искушения будут, я так понимаю, быстро заработать и быстро потратить, которым нужно будет как-то нам сопротивляться. Притом, что телец, он склонен все-таки к накопительству. Вот. Совсем запутан. Мы не отбираем ваш хлеб. Мы не отбираем ваш хлеб ни в коем случае. Мы пытаемся хоть чуть-чуть приблизиться к вашей космической вот этой вот мудрости и к вашим знаниям. Ну и самое главное, этот месяц, май месяц, будет ли он, ну вот если так в общих чертах благоприятным, для людей все-таки что важнее, осторожничать или все-таки пытаться каким-то образом изменить свою судьбу, как-то реализовать, начинать строить планы на эти 18 с половиной лет? Коридор затмений – это возможность осознанного изменения жизни. Любой коридор затмений. Поэтому, если есть у вас намерение, у нас есть намерение, эту жизнь поменять, значит, надо собирать свой тревожный чемоданчик и в перемены эти идти добровольно. Потому что, если мы не идем на перемены добровольно, они все равно, или не принимаем их добровольно и уже в этих условиях что-то делаем, то они все равно будут происходить независимо от того, хотим мы перемен, согласны мы на них или нет. Но они уже будут вытворять что-то с нами принудительно, без нашего участия. Поэтому выбор за нами. Либо я соглашаюсь и в этом принимаю участие, и куда-то это направляю в нужное русло, мне использую это, использую, 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 использую во благо для себя. Либо же я начинаю ломать себе руки, ноги, сопротивляясь. Нет, я не хочу этих перемен, но они все равно будут происходить. Но это глупо. — Хочешь что-то поменять? Май причина начинать. — Прекрасно, Александр, прекрасно. — Спасибо. — Спасибо огромное. Наталья Бушурова, астропсихолог, была с нами. С замечательным прогнозом на май многое становится ясно. Еще раз спасибо. До встречи. — До свидания. — Всего доброго. — Ну, а мы продолжим буквально после новостей. Будут интересные гости. И, кстати, затем появится Константин Дранкс с климат-контролем. — День в день, час в час.